обе команды создали массу голевых моментов тула в первом тайме я считаю во втором тайме наша команда побольше имела и территориальные преимущества и и моменты побольше вот если бы соперники были конечно на первых минутах забила бы еще пару голов то нам бы конечно было вот трудно принципе уже после этого отыграться вода потом удачно сыграл мирошкин в штрафной соперник подключился заработал пенальти на последних минутах забили гол второй тайм считаю было наше преимущество и территориальное и по моментам хотя и у тулы были несколько хороших моментов попали в штангу еще было несколько эпизодов вот у нашей команды во втором я так было побольше и поострее и также мяч в районе вратарской катался практически несколько раз можно сказать сами вынесли из ворот вот поэтому я думаю игра была равная с обилием еще раз повторюсь волевых моментов и будем считать что закономерно ничья по моментам ну команда играла играла неплохо никто не выпадал то есть не хотелось ломать рисунок игры поэтому как бы и имея ограниченное количество игроков и по исполнению да нужно было на вроде бы как бы усилять атаку бы свежей силы водить но так как у нас с этим проблема поэтому те игроки которые играли в атаки выглядели я считаю сильней до последней минуты чем бы тех игроков такую еще плана себя выпустил бы на замену бы была вынужденная замена чунихи начало сводить ноги поэтому доктор сказал что не может играть поэтому была вынуждена замена да нет и и в первом круге было принципе проблем просто как бывает вот если бы я же говорил если бы тула бы забил бы быстрых сейчас два-три мяча да то уже было бы сложно было отыграться и тогда может быть это же возможно был бы крупный счет потому что мы бы пытались бы отыгрываться побежали бы вперед бы и на контра так как нас могли бы конечно тоже бы наказать вот дома в первом круге мы забили быстрые мячи сложилось удачно то есть три мяча мы забили вот потом было еще удаление там у соперников вот хотя второй там немножечко тула нас тоже и поднапрягла было напряжение возле наших ворот поэтому не сказать что мы их так сильно переиграли в первом круге просто так вот забили мячи то есть футбол то он из этого из состоит что нужно забивать когда забиваешь и легче играть дальнейшем ну надеюсь что нам удастся решить определенные вопросы организационные в клубе что появится у нас возможность заявлять футболистов хотя бы даже молодых футболистов потому что у нас заявки всего 16 футболистов вот хотелось бы чтобы побольше есть группа молодых перспективных игроков которых можно привлечь в команду вот с такими надеждами вот будем уходить в отпуск и надеяться что удастся нам преодолеть эти трудности ну жаль что во-первых не выиграли потому что в первые 15 минут наверное мы создали столько моментов сколько другой раз за несколько матчей не не создавали причем момент это все практически были голевые вот но вспоминая старые вещи если вы помните даже арсенал 2003 года мы тоже создавали очень много моментов как правило нас из пяти моментов один забивался вот то есть чтобы 3-0 выиграть это значит 15 момент где-то создавали еще что-то ну жаль что конечно не забили конечном итоге не забиваешь ты забьют тебе не знаю там насчет пенальти наверное он был вот на другой момент другой вопрос что чуть раньше там мяч зажатый ногами игрока можно было свистнуть свободного что касается второго тайма то уже во втором тайме но может быть нервозность такая была момент это были для того чтобы забить гол но и я хочу сказать что орел в этой ситуации тоже мог нас наказать или неизвестно как игра закончилась то есть целом я считаю что если иметь ввиду не первые 15 минут то это ничейный результат но мы поэтому и не забиваем именно поэтому не забивает это вопросы психологии к сожалению когда все начиналось в общем-то я самого начала ребят говорил что если мы так вот здесь вот чуть-чуть отпустим там а нам все время не хватало ну бывало бывали игр когда просто одного мяча не хватало там отпустили здесь отпустили а цыплятка говорит по осени считают то есть я про очки здесь зацепили там зацепили потихонечку потихонечку можно было и самое главное вот этот момент реализовывается вот боев сегодня наверное мог ну я не знаю сколько мог тебя не забить и сами все видео и штанги были там исполнение бакланов еще что-либо или они тоже выходя на ударную позицию выходит один на один проходи дальше и разбирайся с вратарем бьет за штрафной вратаря ну может быть это как раз складывается от того что и сам долго не играл хотя он хороший гол забил там боя ну а просто психологии не присутствует конечно ну в силу того что но сейчас понятно что такой разгрузочный будет период для того чтобы команда немножко отошла восстановилась вы помните что начали с декабря месяца и практически без перерыва вошли во второй дивизион у нас вообще паузы не было мало того что комплектация состава была тоже в экстремальных ситуациях экстремальные ситуации то есть возможности не было чтобы взять вот там на неделю вытащить посмотреть принять нормальное решение вот то что получили то и получили вот а дальнейшее что ну во первых две-три позиции надо усилить этот нападение в середине поля и в защите обязательном порядке другое дело кто это будет люди со стороны хотелось бы чтобы ты в свои футболисты были но вы знаете в ту ли я практически всех футболистов знаю кого приглашал свое время из области ну может быть один игрок который мог бы нам впереди помочь но он сначала дал согласие но это еще на кфк был кстати говоря потом не решился на это дело вот второго кого пригласил уже по регламентам не подходил вот такая ситуация